16 сентября У Шелянина мышь не проскочит Успокоил Якубова Шелянин Тысяча матчей, 12 сезонов, 11 серий плей-офф Все это на счету одного судьи Сергей Шелянин – легенда судейского корпуса КХЛ Но с чего все начиналось? Тогда не было ничего, ни маек, ни брюк, никакой защиты Мама с папой связали кофту на машине вязальной за два дня Вместо защиты футбольные щитки Вместо наколенников были волейбольные То есть то, что нашли в доме просто было Вышли на игру, брат, свиска тоже не было Брат говорит, как у судей должен быть второй все время Он говорит, я тебе сейчас отдам свой Были такие пластиковые свистки Салева назывались И у него сбоку открывалась крышка Она постоянно выпадала И выпал шарик То есть я вышел на игру У меня, грубо говоря, муляж на руке одет свистка Но он... И получалось, я вижу какое-то нарушение Показываю, и брат с другой стороны свистит То есть там первая игра – это, конечно, было что-то чем-то Просто смешно Сергей Шелянин начал судить тогда, когда некоторые из лайнсманов, которые приехали на эти сборы, еще не родились Такой профессионал, на которого нужно равняться, который к себе относится И самый важный момент такой искренний, что он искренне переживает То есть есть ребята, которые не переживают, которые, ну, разный характер А Сережа, он всегда переживает Это самое главное Когда выходишь на хоккей, на игру То ты должен, если честно, все проблемы выбросить из головы своей Это очень отвлекает Да, есть какие-то моменты, когда бывает, что что-то дома не так Но профессионал отличается тем, что ты выходишь на игру У тебя есть только твои действия на льду Правильные действия, которые ты должен выполнять А все остальное ты выбрасываешь на эти два с половиной часа Сергей пришел в судейство в 14 лет Сейчас ему 43, и это один из самых опытных и уважаемых арбитров отечественного хоккея Ну, поздравляю его, наверное, с его работой, что он узнаваемый И все знают его как большого профессионала, как большого специалиста И когда он знает, что он работает, это уважение И, наверное, еще раз уважение, потому что он этого достоин Большой специалист, и спасибо ему за его работу Финал – это основа, это подведение итога твоей работы в год за сезон То есть те, которые ребята отработали финал, там, во-первых, у них совсем другая возможность по контракту на следующий год Это, не знаю, уважение коллег, это уважение игроками, хоккеистами, тренерами, тренерским штабом, руководствами команды То есть это, ну, основа, эмоции, они всегда есть Есть страх перед играми, ты переживаешь, волнуешься Даже, там, отсудив, там, 26 сезонов и, там, 11 финалов КХЛ Ты все равно, извините, тебя поколачивает перед игрой Но это до первого бросования шайбы Всегда приятно, когда он обслуживал матчи, не допуская ошибок Помогал, наоборот, игрокам, никогда не мешал Ну, и просто было приятно, что такие профессионалы обслуживают матчи И ему в основном доверяли матчи-финалы, где мы встречались в напряженной борьбе, напряженных играх И ему доверяли, не раз он становился лучшим Поэтому я поздравляю его с шикарной карьерой Зачастую игроки и тренеры не бреются в плей-офф У арбитров тоже есть свои особые традиции Конечно, негласные За падение у нас проставляется пиво У вас в карьере сколько раз? А, да Ну, да Ну, это в основном как на игре, но бывает, да, подкашивают Ну, а за сезон, допустим? Ну, раз в пять, наверное, точно бывает Это один из самых наших уважаемых лайсманов Который с таким огромным опытом Не просто с опытом, а огромным опытом И на международной арене, и в КХЛ, и еще до КХЛ имел опыт Поэтому только хорошим огнем сказать Каждый человек может, ну, имеет право на ошибку Но у него ошибка вообще минимальная Скажем так, и поэтому полное доверие Побольше, чтобы таких лайсманов Даже с такими легендами, как Александр Радулов и Илья Ковальчук У Сергея особые отношения На льду человек такой взрывной С характером Он постоянно там как-то отстаивает, борется за свои права Минут пять проходит после игры, мы с ним общаемся И совершенно другой человек Просто его не узнаешь Был момент, когда в финале я свистнул, проброс ошибочно Он как так, почему подъехал И Ильюк, я говорю, извини, на самом деле моя ошибка Что делать? Вбрасывание в центре, он теперь свисток прозвучал Игра, что он спокойно, все То есть он отреагировал нормально на это, я все понял Ты признал свою ошибку, игроки уважают это Потому что, если ты совершил ошибку И начинаешь делать, пытаться делать вид, что это было правильно То это не воспринимается Так, если ты объяснил, да, но это случилось Мы не роботы, люди, поживые Многие линейные арбитры, набравшись опыта, становятся главными Такая возможность была и у Сергея Был турнир в Подольске, где был Леонид Вайсвельд Главный арбитер И вот так, что-то с ним сели Начали, он говорит, слушай Грубо говоря, ты главный никакой Грубо говоря так Говорит, что ты не хочешь У тебя получается делать что-то хорошо Ну делай вот это вот хорошо Ну у кого-то вот есть такая жилка там главная Я считаю, что лучше делать работу, которую ты умеешь хорошо делать И не ссуваться в другие дела То есть я для себя выбрал то, что я до конца своей карьеры буду судить ленин судеб Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова